всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать маленький такой расклад он подойдет тем кто либо хочет изучать древо жизни неважно самостоятельно на моем курсе либо где-то у другого коллеги неважно в общем да либо тех кто уже приобрел курс либо уже начал изучать и мы посмотрим что вам это даст в общем изучение одна позиция несколько вопросов я здесь себе написать даже скажу сколько вопросов которые мы с вами рассмотрим до 77 вопросов и так без позиции сразу приступаем что вам даст изучение древа жизни в общем да неважно где у кого и как а в общем само изучение что вам даст пятерка жезлов во-первых она вас научит знаете как будто бы опираться на себя на свои знания пятерка жезлов в этой колоде в эпическом таро нам говорит о том что есть люди да которые хотят как-то повлиять на процесс вашей идеи да то чем вы увлечены и здесь девушка держит вот эту вот книгу да эти ценные знания при себе никому ничего не показывает да чтобы вот эти вот все сущности которые ее окружают на чтобы у нее никто ничего не отобрал потому что они как будто бы знаете как и норовят с одной стороны что-то отобрать с другой стороны как-то вот привнести до указать сделай так сделай так сделал по-другому вот здесь вот как будто бы изучение древа жизни она поможет поможет вам становлении вашей собственной личности да и своего собственного мировоззрения здесь такое что вот вы раскроете что-то в себе глубоко либо у вас будет какие-то знания понимания жизни на которой вы в дальнейшем сможете опираться но будут люди которые люди которые будут вас окружать они не смогут больше вами управлять либо манипулировать с вами почему потому что что-то такое ценное да для себя вы будете держать они будут видеть у вас это и будут хотеть как-то вот на вас повлиять но это будет невозможно это будет нереально что еще вам даст обучение король мечей ну вам даст однозначно знания знания которые помогут вам относиться к жизни не то чтобы играючи да но во первых ни чему не привязываться до с другой стороны как-то знаете вот смотреть на жизнь более проще что ли не бояться потерять это изменит ваши убеждения однозначно от вашего мировосприятия да она изменится почему потому что расширится как-то ваше сознание старые убеждения которые у вас были они будут уходить до по крайней мере почему потому что возможно будет много инсайтов да много какой-то новой информации знания и понимания какой-то вот во-первых логически да у вас все выстроится по выложится все по полочкам да вы поймете вот в аркане башни до в эпическом таро здесь говорится о том что прежде чем ты начнешь восхищаться своим собственным творением до разруш свои убеждения почему потому что это эгоистично достаточно с точки зрения того что все что ты делаешь это уже не твое потому что те идеи которые приходят к тебе в голову они не твои да то есть тебе и дали и здесь если и нужно кого-то восхвалять то не свое собственное эго а скорее всего творца того который во-первых тебя породил а во-вторых дал тебе вот эту вот возможность и способность принимать и замечать этим мысли идеи то есть здесь идет очень жесткая проработка эго с другой стороны здесь проработаются ваши какие-то страхи но не в плане когда мы работаем да как-то своими страхами а в плане расширится ум а почему потому что девятка мечей в этой колоде она говорит что ты находишься являешься заложником своей своих собственных суждений да то есть сам себя посадил в эту тюрьму и тебе нужно выйти тебе нужно расширить то есть смотрите рука она держит девушку да которая держит волшебную палочку волшебная палочка да и вот эти вот мысли это непосредственно собственная воля которая направлена на реализацию чего-либо и вот здесь вот рука она в любой момент может сжаться на то есть это как будто бы мысли которые есть у нас голове да и ты за них цепляешься вот это вот некая такая тюрьма ограниченность так вот ваши все что связано с вашим мыслительным процессом да здесь будет происходить изменения вы как будто бы по-новому посмотрите на какие-то вещи однозначно будет много инсайтов много какой-то информации новой ну и выпадает верховная жрица конечно же таинство вам захочется по практиковать то есть здесь верховная жрица в этой колоде у нас говорит о том что недостаточно что-то узнать вот нужно еще и практиковать то есть перешагнуть через порог вот этого вот страха неизвестности получится или нет довериться магии которая есть в тебе и только тогда ты получишь какие-то результаты здесь вот прям знание какие-то достаточно сакральные к вам могут прийти более глубокие так это если в общем теперь давайте посмотрим что вам даст изучение древа жизни самостоятельно то есть вы купите книжки да либо я не знаю пойдете каком-нибудь другому мастеру в общем самостоятельно то есть курс купите и будете самостоятельно его изучать но не у меня что вам это даст либо самостоятельная работа но изначально уже классно да выпадает маг выпадает маг который говорит о том что вы можете взять все в свои руки да но и двигаться к цели то есть создавать свою собственную реальность но здесь минус заключается в том что вам и прежде чем двигаться дальше создавать свою реальность вам нужно укоротить инстинкты потому что за магом здесь у нас идет олей и лев да то есть животные весь мир вот все эти животные страхи вам нужно будет укоротить почему потому что в дальнейшем вы встретитесь именно семерка жезлов здесь робот который много работает он держит ромашку да то есть вы столкнетесь с тем что вы устали а чего вы будете уставать от перемен от перемен либо от тех дел которые вам нужно будет совершать то есть знаете вот что-то познали узнали и в соответствии с этим вашей жизни будут происходить какие-то перемены либо вы должны будете совершать эти перемены вот вам нужно будет пересмотреть свою жизнь и внести больше расслабление отдыха от того чем вы занимаетесь да от того дела да во что вы вкладываетесь то здесь как будто бы вам показывает о важности находиться в потоке находиться в единении с самим собой а у вас здесь выпадает маг который говорит что да вы можете к этому прийти вы можете получить знания маг у нас говорит о знаниях безусловно но будет какие-то факторы внешне внутренние не внешне а внутренние которые вас будут оставлять то есть вы будете иногда желание такое бросить нет я не хочу да мне ну как-то вот трудно что что будет для вас барьером ну вот дьявол выпадает искушение конечно же что вас будет искушать чем вас будет искушать восьмерка жезлов здесь у нас говорит о развитии о желании бросить вот это единственное что будет вас искушать отойти отойти в сторонку да ну типа я и так уже много чего знаю я и так уже много ну что умея вот вот это вот мне ну лишнее да либо если столкнетесь с какими-нибудь может быть сложностями но терминами и вам будет не у кого это спросите нужно будет все делать самостоятельно отсюда у нас выпадает феникс педагливый стабильность то есть нужно будет вносить какие-то перемены и вот ответов ниоткуда будет спросить то есть некому обратиться до чтобы что-то подсказал и вас время будет вот это вот искушение бросить а зачем мне эти знания нужны ну легко не будет даваться тройка кубков да здесь не будет легко вам будет сложно и если вы будете учиться в какой-нибудь команде сообща то тогда да а самостоятельно вот в этом сложность будет принципе хотя вы способный человек да то есть знания вам могут заходить на ура достаточно легко но вот какие-то моменты до вас будут искушать хорошо следующий вопрос что вам даст изучение моего курса для тех кто уже его проходит либо хочет пройти что вам даст аркан силы в этой колоде аркан силы говорит об а слове да о том когда посмотрите здесь человек стоит и держит зеркало а в зеркале мы видим чудище то есть и зеркало направлены на нас не он смотрит на него а здесь как будто бы человек является неким таким может как вы называет серванты перед сейчас я вспомню слова перед тот который служит другим людям да и его задача показывать через это зеркало да то чем человек наполнен то есть вы как будто бы будете видеть в тех знаниях себя тебя самих да вы через этот курс как будто бы будете понимать себя что ли либо высвечивать какие-то свои темные аспекты восьмерка мечей восьмерка мечей здесь у нас говорит в этой колоде о том что ты никогда не будешь знать откуда придет помощь да то есть если ты считаешь врага до какого-то человека своим врагом то ты очень удивишься если ты увидишь что именно этот враг принесет себе спасение излечения до твою свободу а почему ты видишь в этом человеке врага потому что ты не осознаешь что было за затем как он стал таким человеком то есть нам что-то не нравится в других людях дам но мы не отдаем себе отчет что если допустим на мне нравится жесткость другом человеке дата это человек не просто так стал жестким да у него тоже были какие-то травмы были какие-то боли не он изменился и мы видим вот эту вот жесткость хамство, да, например, какие-то, ну, не очень правильные поступки в наш адрес, к примеру, да, и мы называем этого человека врагом, врагом, так вот он врагом стал не случайно, да, что-то послужило, и вот сложный момент, да, когда ты ожидаешь, что тебе помогут твои близкие, да, люди, там, я не знаю, друзья, ты очень удивишься, увидев то, что тебе поможет тот человек, то есть помощь приходит оттуда, откуда ты ее не ожидаешь, то есть вот здесь какая-то более глубокая, что ли, проработка будет, что-то вы в себе увидите, десятка кубков, вы как будто бы соберете все свои частички, знаете, вот пазлы здесь соберутся воедино, вам станет многое понятно, в этой жизни, да, как все устроено, почему у этой, ну, я не знаю, у этого предмета, да, есть вот такая задача, а у этого предмета вот эта вот задача, да, и когда вот эти вот предметы между собой соединяются, да, например, начинает рождаться некая такая магия, да, то есть изменения, и вот вы как будто бы станете понимать эти причинно-следственные связи, то есть с одной стороны вы будете поднимать, почему люди там, я не знаю, почему мне помогают враги, да, к примеру, то есть помощь приходит оттуда, откуда я не ожидаю, с другой стороны вы как будто бы будете зеркалить людям то, чем они наполнены, и тем самым будете им помогать в их трансформации, здесь какие-то вот такие глубокие моменты будут происходить, ну, и Паш Кубков, здесь у нас единорог, не единорог, а, да, единорог Кубков, он говорит как раз-таки о единении с духовностью, да, то есть вам какие-то вот здесь достаточно духовные знания такие чистые будут передаваться, то есть много духовного узнаете, много поймете о жизни, поймете, как все устроено в жизни, и кто-то для себя поймет, что, например, если где-то со мной поступили несправедливо, да, то есть как будто бы вы будете понимать причину-следственную связь, да, то есть что мир не такой, какой он кажется, да, то не такой, каким вы его видите, что он иной, вот вам какие-то новые знания откроются здесь, новое видение вам откроется. Хорошо, что ожидаете получать? получите от этих знаний, ну, то есть вы слышите, да, древо жизни, да, и у вас сразу какие-то ожидания растаются, о чем эти ожидания? Им попадает семерка педаклей, да, как ожидания. Что вы ожидаете? Вы ожидаете, да, вы находитесь в моменте ожидания, что эти знания вам помогут двигаться дальше, что вы поймете больше двойственность этого мира, да, что вы как будто вы научитесь не сворачивать со своего пути, как-то вам поможет совершить какой-то прорыв, прорыв в своих знаниях, да, в своем каком-то развитии, в духовном развитии, я бы так сказала. То есть у вас есть ожидания, да, и выпадает иерафант, получить какие-то духовные знания. Я не скажу глубокие, потому что здесь нету кубков, да, а здесь больше о развитии. То есть у вас есть ожидания того, что эти знания помогут вам как-то в развитии. как-то в связи с духовностью больше. А что вы можете получить на самом деле? Перемены. То есть вы, чего вы ожидаете, да, семерка педаклей, а что вы получите на самом деле восьмерка педаклей? Вы научитесь развязывать, да, какие-то, распутывать какие-то запутанные, наоборот, ситуации, да. Здесь какие-то вот ваши, ваше какое-то качество, мастерство новое приобретете, непосредственно связанное, здесь императору выпадает, да, с той божественной искрой. Здесь ощущение того, как будто бы у многих придет понимание, да, для чего, для чего я как будто бы живу, что ли, либо воплотился. С одной стороны, вы завершите какие-то сценарии в своей жизни, да, а с другой стороны, вы получите новые знания, которые помогут вам в дальнейшей вашей профессиональной как-то сфере, да, в вашем мастерстве. Ну, безусловно, если кто-то из вас является тарологом, да, конечно же, вы получите новые знания, двигаться дальше, ну, то есть, о, таро. Здесь произойдет какое-то перерождение, то есть вы оставите позади те старые знания, которые у вас были, и заново переродитесь, по-новому будете, смотри, да, вот выпадает смерть и шут. По-новому, по-новому будете смотреть вообще на жизнь, да, кроме профессиональной сферы, сферы, вы будете по-новому смотреть на жизнь, да, то есть по шуту у вас появится полное доверие. Вы легче будете идти вперед, да, почему? Потому что у вас будет, ну, как-то, я не знаю, понимание, как устроен этот мир. Да, вы как будто бы научитесь опираться на себя, много духовности получите, не будьте уже этим человеком, которые здесь как будто бы, знаете, вам дадут некую такую систему, вы получите, модель, да, которую будете использовать, и вам уже не нужно будет вот как будто бы уходить куда-то на какие-то обучения, да, вы уже получите готовую модель обучения, то есть вы перестаете быть просящим, и вы поймете, что все, что вам необходимо, есть внутри вас. И вы вот это вот, вот это вот как будто бы богатство найдете внутри себя. Вы четко для себя осознаете о подмене, вот, знаете, вот пятерка кубков здесь говорит о том, что если у тебя образовалась какая-то дыра в твоей душе, да, внутри тебя после каких-то потерь, то не нужно сокрушиться и торопиться закрыть ее чем-то, да, использовать какие-то вот заменители, то есть если хочется как-то переживать, сокрушаться, да, горевать, позволь себе это. Лучше пускай этот путь будет долгий, да, но не надо подменять, подменять понятия, да, не надо ничего заменять. То есть иногда можно пожить с этой дурой в своей душе, да, она намного полезнее. Она поможет тебе определиться, в каком направлении двигаться. На это нужно будет время. Здесь как будто бы понятие времени тоже как-то в вашей голове сложится. То есть вы поймете, скорее всего, состояние вот этого бесконечности, да, и вашего развития, контексте развития души, да, понимания себя в размерах бесконечности, то есть зачем куда-то торопиться. Как-то вот здесь масштабы другие будут, более объемные, что ли. Как изменится ваше сознание при изучении древа жизни? Десятка педаклей. Этот аркан говорит о том, что здесь как будто бы три поколения через одно, три через одно, да, то есть сидит на, на чем он там, на растении, да, какой-то вот мудрец и передает знания младшему поколению, да, но все равно между ними есть какое-то расстояние. Как изменится? То есть вы, ну, во-первых, вам будет понятнее, в какой-то момент вы сможете сами передавать эти знания, но здесь в данном случае, здесь как будто бы вы будете перенимать эти древние знания и получать внутреннее удовлетворение, как изменится ваше сознание, да, вы будете перенимать эти древние знания для себя, что они вам дадут, ну, по справедливости, да, у вас вот будет четкое понимание причинно-следственных связей, но и с одной стороны, а с другой стороны вы сразу встанете перед каким-то выбором, да, что вам делать, очень долго будете выбирать. Здесь в «Твойке Жезлов» изображен персонаж, который хочет, стоит, значит, перед столом с книгой, да, и хочет написать книгу, и вот он думает, какой бы жанр ему выбрать, да, что бы ему сделать такого, о чем бы ему написать, и здесь сразу предостережение говорится о том, что если ты будешь долго думать, да, то ты потеряешь все, да, возьми, просто возьми и начни делать. То есть вам придет вот это вот понимание, возможно, да, где вы и в каких моментах сложно вам определиться с выбором. Король кубков связан выбором, связанным с вашими чувствами, да, почему вы эмоционируете. Здесь будет, знаете, как будто бы вот желание отпустить прошлое. Вот ваше сознание изменится, потому что изменится ваше эго. Как-то каким-то образом вы на него повлияете, солнце. Это придаст больше вам радости, да, по крайней мере, настроение изменится, ваше состояние мыслей более четче станут, более ярче ваши мысли станут. Где или каким образом вы сможете в дальнейшем применить эти знания? Знаете, хочется сказать как-то в медитациях, да, почему? Потому что здесь грифон кубков в традиционной колоде это паш кубков, ой, рыцарь кубков, прошу прощения. Здесь вот рыцарь кубков у нас как раз и говорит о состоянии нашей души. Мне хочется сказать, что как-то вот вы в медитациях сможете это применять. Что вам дадут эти медитации? Они дадут вам двойку кубков. Вот вы придете к гармонии, да, к пониманию, к более гармоничному взаимодействию с самим собой. О себе, скорее всего, что-то узнаете, да. Вот смотрите, сказал о себе что-то, узнаете, выпадает от ужаса, видите, как открытая книга, да. То есть вы узнаете о себе через медитации как-то намного больше, и это вас успокоит. Почему через медитации какое отношение имеет? Древо жизни – это инструмент как раз-таки для медитации. Некая такая карта, да, астрального мира, в кавычках, если можно сказать, да, и по древу жизни, понимая конкретно в каждой сфере и о путях, которые находятся на древе, вы можете медитировать для того, чтобы получить те или иные качества. Где и каким образом еще вы можете применить эти знания? Ну, это будет давать только вам личное удовлетворение, потому что девятка кубков нам говорит о нашем внутреннем удовлетворении, да. И в данном случае здесь Аркан говорит о благодарности. Ну, возможно, вы научитесь быть еще более благодарными, да, либо вот эти знания, они приведут вас к состоянию удовлетворения, благодарности. Да, здесь выпадает Луна. Но однозначно Луна в данном, в данной колоде у нас говорит о том, что не нужно смотреть на себя как в отражении, да, а посмотри, вот здесь вот есть зеркало, а посмотри за пределы, да, то есть расширь свое сознание, да, вот это то, что ты видишь, это иллюзия, посмотри шире. То есть как-то это будет связано с вашими иллюзиями, да, возможно, после того, как изменится ваше сознание каким-то образом, да, либо вы научитесь смотреть немножечко шире. Как еще вы можете, где и каким образом, да, применять эти знания. Пятерка педакли. Вот пятерка педакли в этой колоде у нас говорит о том, что вот здесь вот женщина, она держит в руке свечку и пришла и села рядом с мужчиной, скорее всего напротив мужчины, который зажег другую свечку. То есть здесь карта говорит о том, что мне самой как-будто бы не хватает, да, каких-то ресурсов, и я пришел, ну мне так кажется, да, и я пришел на твой свет погреться, то есть я сама держу свое, да, свое добро сама держу, и еще пришла как будто бы, ну, позариться на чужое, да, то есть не брать чужое. Так вот, каким образом вы сможете применять эти знания, да, вы прекратите пользоваться чужими ресурсами, да, вы как будто бы научитесь пользоваться своими. Еще последняя карта. Глифон педакли, да, ну это как-то вот с профессионализмом вашим связано. Что именно? Потому что здесь как будто бы рыцарь педакли, да, это с работой. Аркан мира выпадает. Ну вот вы придете, знаете, к единению. Вот еще расскажу, как будто бы ваши пазлы сложатся. Новые возможности появятся. Какие возможности у вас появятся? Да, новые возможности, планы, горизонты у вас откроются в профессиональной сфере. Каким образом? Шестерка педакли. То, как вы будете взаимодействовать с другими людьми. Здесь, скорее всего, те знания, которые вы будете передавать, опять-таки, если вы таролог, да, ваша трактовка, она изменится. Если говорить проще простыми словами. И последняя карта, это как изменится, да, восьмерка кубков. Вы будете четко понимать. Здесь смысл этой карты говорит о том, что мы, у нас специально что-то забирают для того, чтобы мы научились это ценить. Вот здесь девушка сидит, да, и она смотрит вот на какой-то, на идол, да, на какое-то вот воображение мужчины, воина, да, который ушел на войну, и она о нем как будто бы вспоминает. То есть у тебя осознанно что-то забирают для того, чтобы ты это научился ценить. Возможно, вы научитесь что-то ценить, что именно. Ну, и аркан суда, вот на этом закончим, да, то есть у вас придет перерождение. Я говорю, перерождение в вашем сознании больше. А может быть, кто-то научится ценить семью. Не знаю, каким образом, да, какая здесь связь может быть. Но вот здесь вот может быть ценность семьи. И также этот аркан говорит о том, что в семье каждый играет на своем инструменте. И только понимание того, что ты хорошо отточил свои навыки, играешь на своем инструменте, да, вместе все это, да, является вот прекрасным. Ну, вот как оркестр, да, в оркестре играет каждый свою партию. И только вместе это идет звучание некой такой мелодии, да, совместная работа. Как-то совместное взаимодействие научитесь ценить. Либо отыгрывать очень хорошо свою роль. Вот такой был расклад. Достаточно философский. Здесь нет таких вот прямых указаний, да, вот прям конкретных, да, будет тебе это и это и это, да. Больше такое философское, потому что, ну, и сама теория Древа Жизни, она, это философское понятие. Здесь информацию нужно будет слушать больше как-то интуитивно, знаете, не головой прислушиваясь к словам, а именно ту энергию, да, которую вы славливаете в тот момент, когда, ну, я читаю карты, и к вам идет какая-то информация. Потому что это все-таки колода эпического Таро. Она достаточно высоковибрационная, да, то есть она такая духовная. Здесь понятия иного порядка, да, другие качества. И точно так же, как и сам курс, либо понятия Древа Жизни, да, они философские. Не всем подходит и не все могут это понять. Но если одним словом, где вы можете это применить только для себя, да, для своих каких-то пониманий, соображений, взглядов по жизни. Это не то, что, ну, если, включаем, если вы Таролог, да, больше у вас расширится трактовка и понимание карт, да, откуда берутся те или иные понятия, ключевые слова. Вот такой вот мини-расклад был. Не знаю, насколько он вас удовлетворил. Я с вами обращаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.